Посмотрите на эти глаза, она этого не заслужила. Её хозяева рассказали, что она пробыла у них год, а на Хэллоуин она сбежала. С тех пор, как она пропала, её искали, но так и не нашли. По счастливой случайности, они воссоединились с ней в пятницу, и она выглядела вот так. Она не могла ни стоять, ни ходить самостоятельно. Хозяева передали её нам, не имея возможности ни содержать её, ни обеспечить уход. Возможно, кто-то знает, что с ней случилось, а может кто-то сделал это с ней намеренно. Кто-то проходил мимо неё каждый день и намеренно морил её голодом. Это не бездомный пёс, который слишком долго был один. Даже бродячие собаки умеют находить еду. Это было сделано с ней по причинам, которые мы никогда не сможем понять. Её зовут Брик. Её госпитализировали в ветеринарную клинику, и она пробудит там ближайшие четыре дня, в зависимости от того, как она отреагирует на очень-очень медленное возобновление кормления. Кормление собак, находящихся в этом критическом состоянии, должно осуществляться очень медленно и очень безопасно. Слишком много еды и слишком быстрое питание может привести к отказу органов. День-три момент, которого мы все ждали. Она ест самостоятельно. Теперь она готова получать 6 столовых ложек еды каждые 4 часа. День-пять анализ крови Бри выглядит лучше. Она ест самостоятельно и добилась значительных улучшений. Наша маленькая воительница так упорно сражалась, и завтра она отправится домой. Мы так рады, что наша маленькая собака сможет оставить этот кошмар позади и продолжить жить нормальной жизнью. Впереди у нее светлое будущее, полное только хороших событий. Мы очень рады этому и знаем, что она окажется в самых надежных руках. Мы так благодарны за всю любовь и поддержку, которую ей оказали. День-шестой Бри вернулась из больницы и хорошо устроилась в приемной семье. Она любит играть с единорогом, и нам так приятно наблюдать за ее игрой. Она носит игрушка, как маленького ребенка с собой. Она пока не может встать из лежачего положения, поэтому приемной маме приходится в этом помогать. Поднявшись, она может идти, но не может остановиться и встать, иначе упадет. День-четырнадцатый. Сегодня Бри совершила свою первую короткую прогулку во дворе. Ее походка настолько улучшилась всего за две недели. Мы очень гордимся нашим маленьким бойцом. День-пятнадцатый Бри чувствует себя хорошо и с удовольствием ест каждые четыре часа круглосуточно. Одна из самых сложных вещей в уходе за ней – это сопротивляться желанию ее покормить. Когда мы видим собаку в таком состоянии, мы идем ее кормить и угощать всеми лакомствами. Ее приемная мама делает невероятную работу, давая ей именно то, что ей нужно. День-девятнадцатый. Угадайте, какая красивая девушка набрала 4,4 фунта. Вы угадали, милая Брик. Иди, девочка. Брик научила нас очень многому о любви и прощении. Ее сердце чисто, и она не хочет ничего, кроме любви, несмотря на то, через что ей пришлось пройти. День-двадцать первый – это Брик. Посмотрите, как далеко она зашла. День-пятидесятый. Наша девочка чувствует себя потрясающе. И сейчас ее вес составляет 29 фунтов, что почти вдвое превышает вес, когда она пришла к нам. И ее приемная мама Джилл невероятно заботилась о ней. И нам так повезло, что она в команде Бри. День-пятьдесят пятый. Бри ежедневно совершала небольшие прогулки в своем новом приемном доме. А сегодня вечером отправилась на большую прогулку и чувствует себя очень хорошо. Она достаточно сильна, чтобы хорошо тянуть поводок, поэтому мы начнем работать над некоторыми манерами поведения на поводке. День шестидесятый. Сегодня Бриге удалось увидеть свою маму Джилл. Она была так счастлива и так рада ее видеть. Думаем, это чувство было взаимным. День шестьдесят второй. Сегодня настал тот день. Бри дома. У нее есть новая сестра, от которой она без ума. А также мама и папа, которые на седьмом небе от счастья и рады сделать ее частью своей семьи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.